На улице Вакжанова, областной столицы, автомобиль Шевроле Клан сбил пешехода. Пожилой мужчина, 48-го года рождения, стоял на остановке, когда на неё неожиданно вылетела иномарка. Как выяснилось, совершая левый поворот, водитель Шевроле не справился с управлением. Пострадавшего доставили в больницу. Позже стало известно, что мужчина от полученных травм скончался. 25 марта большим концертом в Твери открылся большой тур по стране творческого коллектива Следственного комитета России. Среди участников программы – артисты Малого театра и Московской консерватории. Изюминкой этого концерта показана сцена из спектакля Малого театра Пётр Первый, где в том числе присутствует один из первых следователей так называемых следственных канцелярий, гвардейских следственных канцелярий, так они назывались. Для многих зрителей стало откровением, что серьёзные люди, расследующие громкие уголовные дела, увлекаются творчеством, хорошо поют и танцуют. Как сказала сотрудница Следственного комитета России Татьяна Цуканова, этой акции мы хотим показать, что следователь в первую очередь – человек. Сегодня мы понимаем, что выезжая на места совершения преступлений, делая осмотр, проводя осмотр места происшествия, следователь сконцентрирован на людских судьбах. Но ведь и нужно, чтобы наши следователи тоже были сконцентрированы на себе. Конечно, это тыл, семья, но мы, как сотрудники, и именно в Центральном аппарате есть Управление воспитательной работы, мы несем для наших коллег в регионы вот это вот знамя души. Собственно, сама программа так и называется. Нам бы про душу не забыть. Именно русской души сегодня так боятся западные политики, решившие запретить на территории своих государств русскую культуру и искусство. Возможно, потому, что многие великие писатели и музыканты России верой и правдой служили своему отечеству в офицерских званиях, отстаивая независимость своей Родины с оружием в руках. Но в то же время всей своей жизнью и творчеством они служили идеалам гуманизма. Знамя русской души в новой программе Следственного комитета России впервые было поднято на нашей Верхневурской земле. Впереди большой тур по другим городам и весям необъятной России. Увидят эту программу и жители прифронтовых территорий. Продолжение следует...